Я хочу прочитать одно выражение одного Божьего человека. Это вот с чем связано. Это связано с тем, что я знаю, что есть люди однозначно, может быть, те, кто нас смотрят, или, может быть, вы тут находите в зале, которые обожглись именно на слове «десятина» и «пожертвование», потому что, возможно, вы попали в такие неприятные люди, которые каким-то образом манипулировали этим, чтобы через вас, как-то из вас это все постоянно вытягивать. И не только финансы, и служение, возможно, тоже касается вас как служителя, как ваш человеческий ресурс. И я как-то размышлял на эту тему, думал об этом, и я говорю, Боже, вот почему есть такая несправедливость? И Господь сказал мне одну важную вещь, что я хочу процитировать именно слова одного Божьего человека, потому что здесь они звучат очень красиво. Здесь они не звучат так, знаете, фундаментально. Вот смотрите, что сказано. «Люди часто бывают глупы и упрямы, эгоцентричны и нелогичны. Все равно прощайте их. Если ты добр, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корость. Все равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, тебя будут окружать притворные друзья и подлинные враги. Все равно добивайся успеха. Если ты честен и прям, люди будут обманывать тебя. Все равно будь честным и прямым. То, что ты строишь годами, кто-то разрушит за одну ночь. Все равно строй. Если ты спокоен и счастлив, тебе будут завидовать. Все равно оставайся счастливым. То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра люди, скорее всего, забудут. Все равно делай добро. Отдай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит еще. Все равно отдавай самое лучшее. Потому что в конце концов, то, что ты делаешь, все равно нужно не людям. Это нужно только тебе и Богу. И вот это важно. Что то, что мы делаем, это видит Бог. Он это замечает. И Он смотрит на наши поступки, на наши жертвы, на наше посвящение. И Бог это видит. И поэтому, когда кто-то говорит, «От, меня обманул человек», Бог будет судить этого человека, а тебя благословлять. Потому что ты был им уверен в этом. «От, меня обманул человек»